МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в Чувашской республике в студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Главная задача консолидации сил. Пол предпрезидента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил временно исполняющего обязанности главы республики Олега Николаева. Регистратуру с человеческим лицом и другие новшества. Детские поликлиники столицы начинают работать по новым стандартам. Добились погашения долгов по зарплате почти на 200 миллионов рублей. В прокуратуре республики подвели итоги работы за год. Сегодня в столице Чувашии полпредпрезидента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представил временно исполняющего обязанности главы региона. Им стал Олег Николаев, депутат Государственной Думы страны. Представление прошло в Большом зале Дума правительства. Олег Алексеевич, человек в регионе известный, он родился здесь, на Чувашской земле. И практически вся его трудовая биография связана с республикой. Я уверен, что, несмотря на сложности и стоящие непростые задачи, Олег Алексеевич при вашей поддержке консолидирует все общественности жителей республики. Быстро погрузится в работу и справится с поставленными задачами. Самое главное – не терять связь с жителями. Олег Николаев назначен временно исполняющим обязанности главы Чувашии. Указом президента России Владимира Путина до вчерашнего дня уроженец Красночитайского района был депутатом Госдумы Российской Федерации от Чувашием. Наша задача простая – это достижение всех национальных целей, индикаторов и задач, поставленных президентом. И поэтому мы в ближайшее время займемся плотным анализом ситуации. Естественно, совместно со всеми институтами гражданского общества, если так можно выразиться, будем скорректировать эти планы, ну а дальше будем вместе работать для того, чтобы их реализовать. Уровень доходов – это глобальный индикатор. Они в республике должны подниматься, отметил в своем первом выступлении в ранге в Рио главы Чувашии Олег Николаев. И сейчас все силы необходимо направить на развитие экономики, обеспечив приток инвестиций. Этот курс готовы поддержать представители всех партий и объединений. Мы поддерживаем, работаем, и я со своими коллегами общался. И многие-многие выходцы из Чувашии, которые занимают серьезные позиции и в бизнесе, и в государстве, готовы сделать все для того, чтобы Чувашии все гордились. Прежде всего, временно исполняющий главы Чувашской республики должен поставить себе задачу выйти на уровень экономического, социального развития 1990 года. Почему? Мы понимаем, что 1990 год – это вершина подъема экономики, социальной жизни и культурной Чувашской республики. Вот я Олегу Алексеевичу со всем уважением, как своему товарищу, коллеге по работе депутатской ГУМИ, хотел бы предложить, чтобы он серьезно на эти вещи обратил бы внимание. И в этом случае КПРС, безусловно, будет помогать всячески, чтобы повышать экономический, социальный потенциал Чувашской республики, нашей с вами общей малой родины. Наша республика всегда была богата талантливыми людьми, профессионалами, патриотами своей земли. И сегодня у Олега Алексеевича есть уникальная возможность консолидировать вокруг себя все здравые силы в интересах республики, на благо жителей Чувашии. У него для этого все есть, как мы видим, желание работать. Есть жизненный политический опыт, работа на федеральном уровне. Ну а самое главное сегодня – это и поддержка президента Российской Федерации. Также состоялась рабочая встреча полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с Олегом Николаевым. Они обсудили первостепенные задачи. Выборы главы региона состоятся в сентябре 2020 года. Будет ли в них участвовать Олег Николаев? Пока вопрос открытый. Ирина Волкова, Павел Иритков, Андрей Шоклев. Республика. Медицинские учреждения становятся удобнее и современнее. В поликлинике номер один городской детской больницы Чебоксар завершается ремонт по программе «Бережливая поликлиника». Это одно из направлений нацпроекта здравоохранения. Подход к маленьким пациентам и их родителям кардинально изменился. Как, расскажет Рифат Фаткулин. У Анастасии Спиридоновой ребенок не первый. Она помнит, сколько времени занимали походы по врачам. Там поставить на учет, здесь измерить рост и вес. Узкие специалисты, принимающие в разное время. Однако, благодаря участию в проекте «Бережливая поликлиника» в этой детской поликлинике теперь все иначе. «Ну, сейчас намного лучше. Сейчас красивее стало, удобно, тепло даже. По кабинетам мне надо, да, все в одном месте. Да, очень хорошо, очень удобно. Вот мы пришли вот к десяти часам, вот всех прошли уже специалистов. Очень быстро, да. Без очередей, по времени, да. Крешок дают, и по времени идешь по кабинетам, все расписано, очень удобно. Прежде родители, приходя на диспансеризацию с детьми, опасались контактов с больными ОРВИ или гриппом. Теперь потоки малышей разделены. Для тех, кто обращается в отделение неотложной помощи, есть отдельный вход. В кабинетах современное дорогостоящее оборудование. К примеру, этот УЗИ-аппарат позволяет определить более широкий спектр заболеваний и получить максимально точную картину. Родители, приходя в кабинет, могут сами все воочию видеть и отметить, что аппараты старые у нас уходят в прошлое и практически подлежат списанию в очень большом количестве. А вот, действительно, кадрами мы тоже укомплектовались за последние годы. То есть и сестры, и врачи готовы работать на приклиническое звено. Работают в две смены кабинета у нас. То есть аппарат задействован практически полностью. Ремонт поликлиники полностью закончится через два месяца. После завершения ремонта практически здесь изменится все. Это новые игровые зоны, это комната грубного скармливания, это административная стойка, это полностью меняется фронт-офис, так называемый, работа регистратора, которая будет открытая. Абсолютно полностью все изменится. То есть будет полностью пациентно-ориентированная ситуация в нашей поликлинике. В стадии завершения ремонт филиаля поликлиники по улице Бичурина. В коридорах стало светлей, пол выложен свежей плиткой. Стены покрашены. Готовы к установке оборудование и мебель. Медперсоналы и строители сделают все, чтобы маленьким пациентам и их родителям во время визиты к врачу было комфортно. Рифат Фаткулин, Валерий Резюков, Республика. На защите прав и интересов жителей республики работникам прокуратуры Чувашии за 2019 год удалось добиться погашения задолженности по оплате труда в республике на сумму более 198 миллионов рублей. Выявить и пресечь около 10,5 тысяч нарушений трудового законодательства. На что еще предстоит обратить внимание, говорили на совещании в ведомстве. Там подвели итоги работы. Статистика ведомства говорит о серьезной и целенаправленной работе прокуроров. В результате в сфере защиты трудовых прав граждан в прошлом году мерами прокурорского реагирования удалось погасить долги по заработной плате по сумму почти 200 миллионов рублей. Принятые во взаимодействии с органами власти и контроля меры во многом способствовали вводу в эксплуатацию 15 многоквартирных домов, по которым застройщиками были нарушены первоначальные сроки передачи квартир застройдольщикам. Возросло количество пресеченных нарушений закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В результате вмешательства прокуроров погашена задолженность по исполненным государственным муниципальным контрактам на общую сумму, превышающую 54 миллиона рублей. Задолженность по заработной плате в Чувашии еще, конечно, остается. И сумма немаленькая – более 64 миллионов рублей. Так что работа в этом направлении продолжится. Большое внимание уделялось безопасности детей в школах и детских садах. В Батаревском районе за прошлый год снизился уровень преступности и не произошло ни одного убийства. Наша главная обязанность – это помогать жителям района в решении их проблем, восстановить их нарушенные права. Так, по искам прокурора в истекшем году, трем детям-сиротам представлены благоустроенные квартиры. 33 жителям района возвращена заработная плата. Проведена определенная работа по обустройству пешеходных переходов и их освещению. Одним из главных направлений работы прокуроров остается борьба с коррупцией. В 2019 году выявлено более 3,5 тысяч таких нарушений. Виновные понесли наказание. Возбуждено 31 уголовное дело. Генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Викторовичем Красновым в ходе выступления при назначении на заседании Совета Федерации Российской Федерации в качестве одной из основных задач для органов прокуратуры Российской Федерации определено максимальное ослабление коррупции за счет оздоровления правовой среды и жесткого реагирования на любые коррупционные проявления, в отношении которых требуется создать атмосферу нетерпимости. Такая атмосфера у нас есть, но теперь ее нужно еще лучше очистить и при этом аккуратнее настроить, отформатировать так, чтобы от нас никуда не ушел ни один из коррупционеров. Также прокурор Чувашии отметил, что необходимо усилить работу по направлению в суды исков об обращении в доход государства имущества, приобретенного чиновниками на неподтвержденные доходы. Татьяна Трофимова, Бахтияр Велиев, Республика. Сразу несколько ДТП произошло сегодня в Чувашии. Около 8 часов утра на седьмом километре дороги Порецкая-Мочкосы иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗ-2105. Водитель «Жигулей» погиб на месте, его супруга получила травмы. Два человека пострадали в Чебоксарах в ДТП с так называемой «народной маршруткой», которая курсировала по закрытому 49-му маршруту. Авария произошла у поворота на улицу энтузиастов. Одного из пострадавших медики отпустили домой, второй находится в больнице. Еще одна авария в столице обошлась без пострадавших. Грузовик с металлоломом перевернулся сегодня на улице Константина Иванова. ДТП произошло около половины 10 утра. Водитель не справился с управлением при заходе на крутой поворот у Свято-Троицкого мужского монастыря. Данный участок дороги, как правило, не сильно загружен транспортом. Так что другие автомобили и пешеходы не пострадали. Сам водитель тоже. Еще одна трагедия произошла в деревне Кюльхире Красноармейского района. Вечером 19 января сгорел жилой дом Степановых. В пожаре погиб глава семьи. 19 января после 18 часов вечера в хозяйстве Степановых случился пожар. Возгорание началось в котельной дома. Огонь быстро перекинулся на жилую часть. В момент пожара в доме находился хозяин Геннадий Михайлович. Ему не удалось выбраться из огня. Мы, конечно, очень старались с людьми, с друзьями. Вся деревня прибежала. Ведрами, кто снег кидает. Но вот потом пожарные приехали. Но дом все-таки полностью сгорел. Общими усилиями соседи собрали Ираиде Николаевне необходимые теплые вещи. На днях провели субботник и помогли расчистить участок. Живет Ираида Степанова сейчас у соседки. Вот мы поженились в одном году. Вот с тех пор дружим. Вместе живем. Как соседи, как подружки, как сестры. Вот она у меня сейчас живет. Наши деревни, люди очень отзывчивые. Не останутся они в стороне. У кого горе, у кого радость. Наши деревни вот так. Все помогают друг другу. Спасибо, конечно, им поддержали очень. Посреди зимы Ираида Николаевна осталась без крова. В пожаре уцелели только хозяйственные постройки с живностью. Впереди у хозяйки долгая процедура восстановления документов. Несмотря на все трудности, которые выпали на ее долю, Ираида Николаевна твердо решила заново отстроить дом. Мне очень хочется восстановить дом. Вот этот дом же, который я прожила. 30 лет с мужем. Там дети выросли. И все-таки я хочу вот этот дом восстановить же. И я как бы жду помощи. Может и деньгами, кто может. Может материалом. Село потихоньку вымирает. Каждый человек у нас на счету. И я хочу продолжить свою жизнь здесь же. Поддерживают желания Ираиды Николаевны и в сельской администрации. Администрации караевского сельского поселения не останется в стороне. Мы будем всячески помогать семье Степановых. Лично я буду держать на контроле эту ситуацию до тех пор, пока в деревне Кюльхири по улице Лукина, дом 25, не будет построен жилой дом. И пока Ираида Николаевна не начнет жить в этом доме. Семья Степановых очень надеется на помощь всех неравнодушных людей. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика. Местные аграрии готовятся к посевной. Особое внимание семенам. Их проверяют насорность, всхожесть и влажность. Ведь от этого зависит качество урожая. Дружные всходы гарантируют только семена отличного качества, утверждают опытные агрономы. В Батревском районе работа по сортировке посевного материала идет полным ходом. Бригадой работают две смены. При калибровке выбирают самые крупные и тяжелые семена. Это элита. Мы занимаемся сортировкой семян. Уже конечная сортировка. Семена у нас все, то, что мы сдали, кондиционные. Это ячмень Раушан, 75 тонн элита. Это Ульянска 105, супер элита. На сегодняшнее время, изо дня в день, должны выйти результаты на Ульянска 100. Для ярового посева в 2020 году республике необходимо 50 тысяч тонн семян. То, что отбракуют специалисты, тоже пойдет в дело. Путем дополнительной очистки они приобретут свою сортность и тоже будут использованы по назначению. Неплохие запасы сейчас в Урнарском, Батревском, Цивильском районах. Часть из них уйдет в районы, где ощущается нехватка. В Янтиковском районе семян немножко не хватает. В Марпасовском районе не хватает. В Красночитайском районе чуть-чуть не хватает. В Цивильском районе чуть не хватает семян. Некондиционные семена, в основном, это я уже говорил, по засоренности. По засоренности, ну там небольшой процент, 1-2,5 процента, это по влажности, по схожести есть. Ну, это немного. В лаборатории у агрономов сейчас горячая пора. Им привозят семена на проверку со всех сельхозпредприятий республики. Выделяем навеску 50 грамм. Из этого отбираем мы отходы. На отход мы принимаем, выбираем сорняки, сколько сорняков выходит. Сорняков мало. Можно сказать, тут вообще нет, не вышло. Мы семена эти вот сегодня сеем. Через три дня, это понедельник, энергию снимаем. Через неделю схоже снимаем. Сроки, за которые появятся эти ростки, помогут аграриям определиться с выбором времени для посева. Проверка семян на качество – процедура обязательная для всех хозяйств. По их результатам специалисты получат сертификаты соответствия, необходимые для посева и продажи зерна. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика. Сохранить историческую память о войне – это главный посыл всех мероприятий, которые проходят в стране в год 75-летия Великой Победы. Великим подспорьем в этом благородном деле стали музеи, сохранившие экспозиции тех трагических дней. Военную летопись писали и в селе Яншихово-Нарваши. Там уже 30 лет работает историко-мемориальный народный музей. В годы войны из села на фронт ушли 603 человека. 263 из них пали смертью храбрых. В память о тех, кто не вернулся, и тех, кто привез Великую Победу домой, в 1990 году в селе открыли историко-мемориальный народный музей. У нас в музее есть две комнаты – комната защитников Отечества и комната боевой славы. В экспозициях немало личных вещей участников войны – уроженцев села. В дар музею их передают родственники. Николай Павлович Герасимов вспоминает, его отец ушел на войну в декабре 1941 года. Прошел всю войну, выжил и вернулся домой. Самые интересные трофеи, в числе которых и патронтаж, на семейном совете было решено передать в музей. Подрастающее поколение нужно воспитывать на правильных примерах. Один из организаторов сельского музея – Петр Егоров. Его внук рассказывает, что дед вложил немало сил в создание экспозиций, рассказывающих о земляках, участников Великой Отечественной. И еще при жизни завещал передать на хранение в музей свой китель с орденами, кобуру и портупею. Когда началась война, ему было всего 13 лет, 15 лет, он пошел добровольцем, но его не взяли. Сказали, что ты маленький, еще перья не выросли. И ему посоветовали поступить в Житомирское военное училище, которое эвакуировалось из Украины и располагалось в городе Казань. После завершения Житомирского военного училища он поступил в Закарпатский военный округ уже в качестве офицера. Потом служил в Чехословакии, в Венгрии, в Австрии тоже. Очень часто экскурсоводы рассказывают интересные истории. Одна из них – о Петре Никаноровиче Никанорове. Был такой интересный случай в 1942 году. Он был тяжело ранен и контужен, и лежал без памяти. Проходит одна группа санитаров, потрогали и признали его мертвым. И, как говорится, пошли дальше санитары. Через некоторое время проходит вторая группа санитаров. Они потрогали, пощупали и признали его признаками жизни, что живой он. И быстренько, быстренько его направили в госпиталь. И в это время, пока он находился в госпитале, первая группа санитаров, которая его обнаружила, доложила командиру, что он мертв. И, как говорится, похоронка пришла на родину, в село Яншика Нарваши, что он в Подмосковье при выполнении боевого задания был убит. Но проходит некоторое время, он возвращается для продолжения лечения в родное село. В народном музее часто проводят экскурсии для школьников и гостей района. Богдана Дойникова, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика. 16 представителей Чувашии прошли в полуфинал Всероссийского конкурса «Лидеры России-2020». Он пройдет в предстоящие выходные в Нижнем Новгороде. Всего до этого этапа в Приволжском федеральном округе дошли 335 управленцев. 31 января участники пройдут повторное компьютерное тестирование, чтобы подтвердить результаты онлайн-этапа. Если конкурсант не сможет сдать тест, его не допустят к дальнейшим испытаниям. В течение двух основных дней полуфинала, 1 и 2 февраля, управленцы будут участвовать в оценочных мероприятиях. Им предстоит проявить свои лидерские способности, коммуникативные навыки. Имена финалистов станут известны 2 февраля. Их пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России». Все они получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей. А те, кто выиграет конкурс «Лидеры России», смогут попасть в программу развития кадрового управленческого резерва. Напомню, что конкурс проводится уже в третий раз. В предыдущие годы финал от Чувашии проходили по одному человеку. Однако пока никто не входил в топ-100 лучших по России. Таковы главные новости к этому часу. Сейчас полезная информация. Я с вами прощаюсь. До завтра. Хорошая хозяйка знает, где и как выгодно наполнить холодильник свежей качественной едой. Елена Гаврилова часто готовит для своих любимые котлеты. Мясо покупают только здесь. И цены дешевле, и товар всегда свежий. Мы сегодня пришли за мясом. Выбор мяса здесь большой. И говядина есть, и куриное мясо есть, свинину очень большой выбор. Все, что нужно, можно купить в одном месте. Торговых площадок много. Ассортимент большой. Приехала за свининой, заодно купила зелень, петрушку и укроп на торговом комплексе Хевежский. Мне очень нравится покупать. Мясо, рыба и молочные продукты перед встречей с покупателем проходят жесткий контроль. Контролю качества продуктов питания на Хевежском уделяется особое внимание. Ежедневно ветеринарные врачи, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы осматривают входящую продукцию, отбирают пробы. И на основании исследования выдается экспертизный талон, где указано происхождение и сроки реализации продукции. У арендаторов проверяются документы на товар, ветеринарные сертификаты. Продукты подвергаются проверке не только на пригодность к употреблению, но даже на радиоактивность. Орехи, сладости, сухофрукты в развес покупать выгоднее. Не придется платить за фасовку и упаковку. От сетки до розетки, лампочки и сантехники здесь есть все для хозяйства. Бытовая химия, все для сада и дома. Кухонная, хозяйственная утварь. Хевежский – это современный торговый комплекс, где располагаются торговые павильоны с товарами первой необходимости и с удобной парковкой. Это оценили как покупатели, так и продавцы. Мы уже тут четвертый год. Торговый комплекс Хевежский. Чисто, аккуратно, доступные цены на аренду, парковка рядом. На втором этаже можно одеться модно и сильно с минимальными затратами. Женская и мужская одежда, шапки, шарфы, обувь, аксессуары. Мягкая и корпусная мебель на любой вкус и кошелек также порадует чебоксарцев. Торговый комплекс Хевежский ждет вас за покупками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова